всем привет с вами дэн где-то год назад примерно даже по моему не примерно точно на канале вышел обзор про подделку rolex тогда я показывал внутренности какой-то механизм и в общем в очередной раз предостерег вас от покупки подделки с тех пор прошел примерно год и я решил что было бы интересно посмотреть что стало с этим самым ролик сам я снова списался с его владельцем и этот ролик сейчас вот на обзоре значит прежде чем что-то рассказывать я хотел бы напомнить о следующих важных моментах во первых поделка безусловно остается только подделка это естественно не аналог оригинального товара только внешняя имитация это нужно всегда помнить и учитывать даже у лучших подделок низкое соотношение цена-качество то есть вот если вы понимаете о чем я говорю то есть я имею ввиду что более-менее приличные подделки которые стоят 400 500 600 долларов в китае и который стоит на авито примерно от 1000 долларов и вот подумайте на самом деле 1000 долларов это по разному курсу но допустим среднем это 70 тысяч рублей за 70 тысяч рублей можно купить прекрасно новые швейцарские часы механику много марок я не буду их называть но вы все знаете можно купить даже престижные марки я показывал ролик про омегу который можно купить за 1000 долларов был на вторички на первички у официального дилера у серого дилера столько классных вариантов которые можно купить за эти бабки и не только за 1000 но и за 500 японцы швейцарцы наши бренды немецкие бренды да что угодно это вот просто не непонятно почему люди покупают подделки когда можно купить престижный оригинал да там не будет написано rolex там будет написано что-нибудь более простое но это будет оригинальный классные часы ну ладно понимаете у подделки может быть хорошая отделка может быть классный внешний вид но у нее нет надежности именно поэтому нет никакого соотношения ценного качества то есть она в низкая она крайне низкой особенно для механизмов ведь производитель подделок должны зарабатывать на своем товаре опять же многие почему-то этот фактор не учитывать они могут продавать подделки так как можно дешево и при этом давать хорошие контроль качества поэтому там всегда почти всегда плохие механизмы то есть на чем-то нужно экономить либо на качестве либо на сборке либо на механизм и самое главное многие говорят мне нравится дизайн роликса омеги еще каких-нибудь часов позвольте вам нравится дизайн или вам нравится логотип потому что если вам нравится дизайн то вы можете купить кучу просто выбор хамажей на любой вкус понира и rolex и омеги что угодно это будут часы практически один в один повторяющий оригинал но без с кем-нибудь своеобразным названием начиная от парни со и заканчивая приличными брендами типа швейцарской сквали которая делает хамажей rolex за примерно 500 550 долларов вы получаете швейцарские часы с швейцарским качеством на механизме это и тут соотношение цена-качество уже совершенно другое то есть при прочих равных одинаковая цена вы покупаете дерьмо с ненадежным механизмом либо вы покупаете классные часы что касается этого фейка роликса то напомню что год назад я их вскрывал и собственно тут наверное одно из главных отличий для непрофессионала по крайней мере со стороны как там говорят с 30 сантиметров если не задаваться каким-то маленькими нюансами деталями про которые мало кто знает это механизм то есть механизм там имеет отделку типа дедушки на пильне ну это видно сразу это практически по всем фейкам за исключением тем где вдруг по каким-то причинам решили уж поставить швейцарский механизм таких очень мало особенно это бывает на кварце на самом деле но такие фейки будут стоить уже дорого и в общем-то редко кто заморачивается потому что на поделках нужно опять же зарабатывать как я говорил так вот владелец купил этот ролик это на тот момент это год назад это был лучший собственно ролик с из коробки как можно выразиться то есть это лучшая китайская подделка на который есть на рынке купил он их по тем на деньгам я точно не помню сколько это где-то 500 долларов то есть 30 35 тысяч рублей да и это цена хороших часов 30 тысяч рублей 500 баксов на хороших хороших часов я уже говорил там про те же сквали в общем то аналог этого самого роликса что с ними произошло за год значит следующее в плане царапин здесь стали 904 поэтому здесь не так много чего изгадилось в принципе это ожидаемо потому что новым сталь до сталь да с ней ничего не произойдет безель как был так и остался но значит владелец им как я понимаю особо не пользовался из минусов что во первых стало плохо завинчивается заводная головка то есть она не сразу вот цепляет цепляет соответственно вот эту насечку и иногда бывает проблема по словам владельца да что а главное заводная головка кстати это важно потому что это доллар и дорого ремонтировать резьбу и с точки зрения точности значит произошло две вещи первое это часы встали у него однажды ну соответственно отнес он их к мастеру провели репассаж то есть там были проблемы со смазкой это характерно для 100 процентов поддел опять же вы понимаете да что это дополнительные расходы то есть вы не покупайте часы в магазине приносите вот 30 тысяч рублей заплатили вносите радуйтесь жизни нет вы покупаете тратите 30 тысяч рублей потом вы несете их сервис потому что ну потому что она них экономит и дальше через еще какое-то время с репассажем это было через месяц как он их купил да и как я собственно ролик снял и где-то через еще три месяца они стали внутри вдруг звук какой-то появился и там отвалился один из винтиков механизме но это тоже частая в общем-то болезнь фейков особенно это частая болезнь фейков где делают подделки нестандартных механизмов ну то есть если механизм это там азиаты выпускает свои копии то есть это 7750 и так далее там да то какие-то оригинальные эти типа того же роликса они делают собственные реплики этих механизмов которые очень даже ненадежны странно было бы если было бы иначе в общем отвалился винтик опять пришлось идти в сервис и все это вместе за него ушло где-то порядка там 8000 рублей вот и считаю что там часы стоит 30 35 плюс 8 10 уже 45 тысяч за год человек израсходовал на часы возьмите яндекс google посмотрите что можно купить в ритейле в россии за эти деньги из каких часов каких марок удивитесь посмотрите те марки которые нельзя в россии купить опять же там тут же кристофер вард сквали все те же самые ценовые диапазоны вы получаете часы они какую-то имитацию который еще куча геморроя сейчас еще посмотрим точность на приборе этого после двух фактически и пассажи и как говорит товарищ значит который владеет этими часами все равно с точностью проблемы потому что механизм просто говно и поэтому его нормально выставить точно можно но он сразу же перестает быть нормально работающим то есть понимаете как бы внешне они нормальные внешне это как будто бы ролик но внутри этого знаете как вот купить какой-нибудь старый какой-нибудь убитый porsche cayenne на не знаю которому там лет 15 у которого двигатель стукнула или там близок к смерти и вот вроде бы у вас крутая тачка а вроде бы она не ездит здесь по мою примерно то же самое то есть это абсолютно деньги на ветер то есть часы в которых нет жизни то ничего даже не идут а вот они что-то не идут как мы будем измерять на них точность так дайте попробую что-нибудь ой пошли хорошо хоть точность посмотрим так часы а значит человек говорит что более-менее их носил поэтому механизм преработаны значит и два раза был сервисе по точности будет интересно и знаете ну опять же в приватном разговоре все-таки человек сказал что не очень комфортно ему носить ролик потому что он чувствует что это фейк ну ладно это вопрос такой кому как так ладно значит давайте 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 сейчас мы попробуем что что как что как сейчас главное чтобы все фокусе было давайте ну поехали на ну как видите точно здесь плавающие это после двух походов мастерскую ну я думаю здесь вы сами сделайте выводы за окном у нас гроза это прям природа сердится на подделке делайте выводы я надеюсь что мои советы все-таки вам были полезны и если хотите то сделаю заключение потому что я знаю что очень много будет комментаторов которые продают подделки очень много тех кто купил подделку и он естественно не может говорить о том что я зря выкинул 30 40 50 тысяч рублей а то и больше если на авито покупал я скажу так на мой взгляд стоит ли оно того конечно же нет и собственно для этого и существует в том числе канал гитар потому что здесь очень много классных часов на разный кошелек на разный вкус и для этого необязательно покупать конечно же подделку в общем пишите ваше мнение обо всем этом ставьте лайки если видос понравился не забываем конечно лучшие на ютубе лайки я на этом с вами прощаюсь всем пока с вами был дэн покупайте оригинальные и классные часы